Плачущий Иисус, Иисус в гневе, как такое вообще может быть? То есть у него капитанская оборотка? Или минонитская, да. Звенящие голубые такие, как-то вот, светящиеся голубые глаза. Он стоит с микрофоном и поет караоке. И ты вдруг, что это? Первый графический роман, который распространялся на территории Советского Союза, он как раз был посвящен Иисусу Христу. Да ладно, то есть вообще, вот из всего, что можно называть, «Жизнь Иисуса Христа», у многих это было в детстве. Да, да, я видел. И у меня и сейчас дома он есть. Невероятные тиражи этого графического романа. Миллионные. Ну вот, что я помню из детства, когда я это смотрел, оно впечатляло, оно восхищало, невероятно красивые рисунки, но читать это было очень сложно. Комикс «Жизнь Иисуса Христа и история Первой Церкви» придумали в 1964 году в издательстве Дэвида Кука в Колорадо. Создал эту компанию еще в конце 19 века популяризатор доступной литературы для воскресных школ Дэвид Калеб Кук. Он считал, что основная часть христианской литературы для детей страдала либо от сложного богословия, либо от плохого дизайна. Вместе с женой он основал газету «Наша жемчужина воскресной школы». А затем и издательство. На протяжении многих лет сами издатели, их наследники и последователи издавали большие серии христианских комиксов. Самый известный среди них – «Сандэй Пикс». Художник комикса о жизни Христа Андре Леблан родился на Гаите. Работал карикатуристом, рисовал местные колоритные комиксы на Кубе и в Бразилии. Для издательства Кука он работал еще и над их мировым хитом «Библия в картинках». На волне успехов 80-х художника наняла анимационная студия Ханна Барбера. Это они придумали Тома и Джерри, Фринстоунов и семейку Адамс. Студия попросила Леблана нарисовать персонажей для анимационного сериала величайшие приключенческие истории из Библии. Первый копирайт этого комикса – 78-й год, затем идут 81-й, 88-й, 90-й, 91-й. Но вот тот, который был у меня в детстве, он 90-го года, американский, из Штатов. И автора я вспомнил – Ива Хофф. Правда, непонятно, мужчина или женщина, но вот Ива Хофф – автор этого графического романа. Так вот, чем интересна эта копия, которая была у меня в детстве? А вот этой вот вклейкой, которая распечатана на печатной машинке, и потому что тогда еще есть… Пожертвование больницы Святой Блаженной Ксении Петербургской. Да, совершенно верно. В общем, попечительный совет, да. И все средства, собранные от распространения этого издания, направляются на организацию церковной благотворительной душепопечения. То есть вот это вот можно было купить или получить в православных церквях. Но было еще такое интересное карманное издание «Жизнь Иисуса Христа в картинках». Опять-таки само название, да, немножко другое. Обложка другая. И тем не менее, когда ты открываешь, несмотря на то, что видишь как раз вот этот вот раскрасочный, как раскраска, да, для детей. Черно-белый. Черно-белый. Чем-то даже это передает особое очарование. И совершенно по-другому читается комикс. Можно самому разукрасить, и получится такой личный… Но понимаешь, что это тот же самый, это тот же самый комикс «Жизнь Иисуса Христа. История Первой Церкви». Итак, это первый твой комикс про Христа. Что еще у тебя есть? Наверное, да. Сколько я помню, это первый. И у многих он был первый. Мой самый сейчас любимый комикс – это «Манга». Лучше японской, японско-американской манги «Мессия», я считаю, что нет ничего. И если говорить о… Количество закладок говорит о проделанной работе. «Манга «Мессия» – первая в шеститомной серии, основанная на историях из Библии. Каждая книга серии изначально написана на японском языке и нарисована японскими художниками-христианами. Издатель компания «Некст» очень хотел, чтобы эту историю прочитали подростки, которые никогда не были в церкви и не читали Евангелие. «Манга» переведена на множество языков мира. Первым в 2007 году было опубликовано не японское, а английское издание «Манга». Мангака, художница Келли Кодзуми Синадзава, родилась в Японии. В 2002 году приехала в Нью-Йорк изучать графический дизайн и под влиянием своей соседки по комнате приняла христианскую веру. И уже на обложке ты видишь Христа, который ты вроде как сразу же узнаешь, что это Христос, но тем не менее Христос немножко не похож на твоего привычного Христа. И как только открываешь, то видишь, что они все представлены практически как дети. А затем, чем больше и больше ты начинаешь читать эту мангу и рассматривать, тем больше ты понимаешь, с какой не то что любовью, а исторической дотошностью человек подходил к созданию этой манги. Любопытно. Прямо вплоть до того, что Иоанн Креститель крестит в двух разных местах, что обычно не найдешь ни в каком другом комиксе. Потому что если Иоанн Креститель, он встречается всего один раз обычно, и крестит Христа, и все. Здесь он два раза. Тут столько любви и вот этой исторической прямо чувствуется, как будто бы выпускник семинарии это все делал. То, что мне бросается в глаза, это обилие эмоций. Насколько насыщена эмоциями каждая картинка. Это, наверное, вот… Это манга. Да, да. Это манга, она должна… Эмоции выкручены даже там несколько. Первое – это пробивать на эмоции, второе – это создавать чувство эмпатии. И вот здесь чувствуешь и одно, и другое. Здесь есть огромное количество разрывов шаблонов. Листаешь, 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 и ты здесь находишься в первом веке. Но вдруг раз, один из апостолов, когда они спорят между собой, кто же из них самый-самый-самый, один из апостолов, проспылерю, он стоит с микрофоном и поет караоке. И ты вдруг… Микрофон, что это? Или, например, когда бесы, когда ты видишь, бесы вселяются в людей, то здесь не просто ты видишь людей бесноватых, ты видишь зомби. То есть это как-то вот к сегодняшней, опять-таки, культуре ближе. Иуда. Иуда обычно везде, куда ты не посмотришь, какой бы ты ни посмотрел фильм, какой бы ты ни посмотрел картину известную, живопись, всегда… Или комикс. Иуда всегда изображен страшным, неприятным, каким-то обособлением… Отталкивающим таким персоналом. Отталкивающим персонажем. Вот он, Иуда, посмотри, вот он. Ага, какой красавчик такой. И посмотри на всех апостолов. И посмотри на всех апостолов. Ну, они, конечно, все как… Даже те, которые с бородами, все равно чуть-чуть как будто бы дети. Ну да, но это как… Это как здорово. И если ребенок это читает, он больше себя ассоциирует с этими апостолами. Он больше себя ассоциирует со Христом. Он больше себя ассоциирует с персонажами. Есть попытка, ну, подчеркнуть такой человеческий аспект Иисуса. Потому что мне кажется, что в классической иконографии есть такой подсознательный перекос в сторону иномирности Христа, в сторону его божественности. Все-таки он как будто бы парит над землей, как будто бы он качественно отличается от всех остальных, которые находятся рядом с ним. И в этом есть определенный, наверное, богословский смысл, если мы помним о том, что он был также еще истинный человек. И вот мне кажется, что искусство 20 века и начало 21 века – это попытка вот этот человеческий аспект личности Иисуса Христа как-то подчеркнуть, показать его глаза, эмоции, его слезы, его гнев, попытка именно его показать таким с кожей, настоящим. Главное понять и задаться вопросом, почему был этот гнев, на что он гневался, если он прослезился, то почему он прослезился, от чего он прослезился. Это безусловно, даже сам факт, что, кстати, популярность фильма «Страсти Христовы» Мала Гибсона, мне кажется, что она тоже объясняется этим, что там Христос показан страдающим вместе с нами, и поэтому его легко ты можешь как-то соотнести с собой. Христос икон, ну, наверное, верующий человек, который подходит к этому как части богослужения, он сталкивается с иконой неизолированной, как часть молитвы, там воспринимается это определенным образом. Но нужно сказать, что когда смотришь на Христа и иконах, кажется, что он не совсем такой, как ты. А вот здесь есть попытка такого приближения. Конечно, нам нельзя забывать ни то, ни другое. Не буду с тобой спорить, икон опять-таки много, и помимо иконы есть еще и фрески, и бража, и живопись. И когда смотришь, но я с тобой согласен, что в комиксах Христос становится более человечным, кроме вот этого жизни Иисуса Христа, который вначале, и еще последнее, то, что я хочу показать. Но, конечно, очеловечивание Христа, ну, и Бог стал человеком, да, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. И Христос, если становится тебе ближе благодаря этому, то, конечно, это здорово. Французский графический роман «Он жил среди нас» впервые опубликован 1 января 1989 года. Автор – католический священник Пьер Тивалье. Отец Пьер отличался необычным подходом к служению людям. Читал проповеди в многоквартирных жилых кварталах для рабочих и раздавал свои книги о Христе молодежи на пляжах, считая, что шезлонг – отличное место для чтения. Художник Ноэль Глёснер начал свою карьеру после Второй мировой войны. Рисовал и авторские комиксы, и графические адаптации литературных романов. На обложках его комиксов часто можно встретить героинь, а не героя. В 1989 году комикс «Он жил среди нас» прочитал отставной капитан дальнего плавания голландец Уормолд Хаувинг. Он получил авторские права на него и начал раздавать книги товарищам-морякам в портах разных городов. С тех пор раздача техник стала его миссией в жизни. Он напечатал более 58 миллионов экземпляров комикса на 40 языках мира. Такая невразительная обложка. Тоже знаю, тоже узнаю. Где-то видео, может быть, задумались. Ага. Листал точно. Читал точно. Замечательное название «Он жил среди нас» издательства «Стефанус». Содержание довольно впечатляющее и информация, где сказано, что для того, чтобы все от мала до велика могли лучше понять Библию, один из выдающихся художников Франции сделал эти рисунки. Авторы-переводчик старались избегать малоупотребительных слов и выражений, стремясь сделать текст легко читаемым и доступным даже для непогготовленного неверующего читателя. Историческую аккуратность, кстати говоря, ты находишь, когда листаешь этот комикс вплоть до распятия Христа. Вот пролистай к распятию, ты увидишь, что он несет не крест, он несет балку от креста, деревянную, вот эту из дерева балку. А затем, когда прибивают его к кресту, ты видишь, что не ладони, а запястья. Ты видишь табличку на трех языках, на латыни, на греческом и на арамейском. В общем, любовь вот к этим деталям и исторической точности, она, конечно, поражает. Здесь, мне кажется, с точки зрения, если брать детей или подростковую аудиторию, плюс, конечно, это эмоции, эмоции, которые есть на лицах. Ну, для меня еще красота. То, с какой красотой, к примеру, здесь изображены женщины. То есть, я вот смотрю на изображения женщин у других комиксов, и как-то, ну, либо милые, мультяшные, либо слишком так это классические. А здесь прям действительно вот... Французский? Французский, да. Поразительно. Как-то на улице Марата, в старой книге я зашел, и в распродаже, там, где книжки были по 50 рублей, я увидел этот шедевр. Я сначала даже не понял, кто это и что это. На французском, опять-таки, языке, постараюсь тебе на французском сказать «Ля комба Жезю». Комикс «Борьба Иисуса» вышел в свет в 1977 году. Это четвертый выпуск серии «Библия». Всего в серии 10 выпусков. Основателем парижского издательства «Юниверс Медиа», которое и выпустило серию, был католический священник Рене Бертье. Он никогда не был большим сторонником монастырей и затворнической жизни. Отец Бертье вместе с командой издал кучу самых разных журналов и комиксов, создал ассоциацию франкоязычных писателей-верующих, вел передачи на радио. И не очень любил читать Ветхий Завет. Он был убежден, именно жизнь и миссия Иисуса Христа, его учеников и последователей, может вдохновить молодежь. Поэтому все 10 выпусков этой серии посвящены Иисусу, апостолу Павлу и первым христианам. Нарисовала комикс Лиззи Наполи. Художница потеряла зрение в 6 лет. А когда чудом и стараниями врачей обрела его снова, решила посвятить жизнь рисованию. Ее личный бренд – книжки с путевыми заметками и яркими акварельными рисунками. Я увидел вот такую вот сплетку безбородового человека. Ну как безбородового? У него такая… Ой, вернее, без усов. То есть у него капитанская оборотка. Или минонитская, да, тут в зависимости от того, что… Но невероятно непривычная для нашего человека. То есть когда мы все-таки смотрим… И когда на обложку вообще помещен Христос, так сказать, в гневе, с плетью изгоняющим, похоже, торговцев из храма, да? В общем, никто его не купил даже за 50 рублей. Цена была 30 рублей. Вот мне несказанно повезло. Очень выигрывает комикс, когда представлены схемы, графики. Здесь как бы Иисус Христос помещен в современность. Да, и это я специально здесь… Он как-то бичует пороки не просто в древнего храма, а нашего современного общества. Женщина, голодающая в Африке. Здесь мы видим каких-то, видимо, политзаключенных, да, колючую проволоку. Видим здесь людей, которые борются, судя по всему, с расовым каким-то неравенством. Каких-то ученых мы здесь видим. То есть какой-то Иисус, он помещен в тот мир, в котором мы живем. Ты листаешь, листаешь, и никакой современности нет. И вдруг посреди комикса такая вставка, где Христос и современность. А потом снова возвращение в эпоху Римской империи. На лицах больше эмоций. Здесь это сразу тоже обращает на себя внимание. И вот здесь непривычный Христос, но здесь он действительно живой. Боюсь листать. Да, но вот они все распадаются. Чтобы не распался в моих руках этот шедевр. Вот он здесь действительно живой. Плачущий Христос, гневающийся Христос. Да, такой Христос похож на человека с эмоциями. То есть ему действительно грустно, когда он видит, я так понимаю, отвержение, непринятие. Да, вот эта здесь сцена из Евангелия, где он смотрит на Иерусалиме, плачет об Иерусалиме, который отвергает посланных к нему пророков. А здесь Иисус действительно гневается от того, что храм Божий превратили в рынок, вместо того, чтобы это был дом молитвы для всех. Плачущий Иисус, Иисус в гневе, как такое вообще может быть? Хотя это все в Евангелии есть. В Евангелии все это есть, да, и когда начинаешь это изучать, смотреть, то понимаешь, что да, так оно и было. Кстати, я думаю, что вот здесь вот этот Иисус, как раз опрокидывающий столы и критикующий какие-то пороки общества, это может быть даже влияние вот тех каких-то протестных движений, которые были во Франции тоже в 60-е, 70-е годы. Тоже может быть это рефлексия, как вот соотносится послание Евангелия с требованиями социальной справедливости. Вообще, то есть вот этот комикс, который ты показал, это уже такая проповедь, потому что это не просто попытка изобразить, да, это попытка применить, актуализировать, да, то, что есть в Евангелии уже к тем вызовам, к тем вопросам, которые мы сегодня себе задаем. Я бы сказал, это самый кринжовый комикс, который есть. Мне вот так обложка прям нравится. Посвященный Иисусу Христу. Я все ждал, когда мы его откроем, да, очень, очень. В общем, да. Похоже на вот мультики, да, очень даже. Опять-таки, для кого кринж, для кого может быть и кранж. Конечно, равнодушно пролистать этот комикс просто невозможно. Так что возьми в руки, начни листать, я буду тебе немножко комментировать. Посмотри, вот ребенок кровоточащий, вот здесь, где он втыкает в спину и хлыщет кровь у ребенка. Это избиение молодежи. А другое дело, это дети, да, вот детям ты дал этот комикс, они этот комикс листают, и они вот это вот все наблюдают. Что удивительно, этот комикс практически найти информацию о нем. У Христа здесь такие аж звенящие голубые такие, как-то вот, светящиеся голубые глаза. Это по поводу, да, национальности Иисуса Христа, это интересно, да. Знаешь, вот есть анимационная такая картина, Miracle Maker, ее сделали в BBC. Чудотворец, да. Да, Чудотворец. Они пригласили российских художников-аниматоров, те, которые работают с пластилиновой анимацией. Вот им дали задание, первое, да, такое тестовое, вылепите Иисуса Христа. Вот вылепили Иисуса Христа вот такого вот голубоглазненького. Вот, на что исторические консультанты картины сказали, нет, все-таки он был евреем. Для многих это почему-то кажется очень провокационным утверждением, хотя оно в Новом Завете написано непротиворечиво, там даже трудно какому-то другому виду прости. Мы на 100% не знаем, как выглядел Христос, вот, но все, что мы знаем в изображениях о том, как выглядели евреи в первом веке, все-таки указывает на то, что это такой, ну, средиземноморский тип. Ну, не голубоглазый блондин со светлой кожей, это точно. В этот раз закончить хотел бы я на вот этих вот замечательных... Решил все-таки опять, еще раз разорвать шаблон, то есть комиксы могут быть высоким искусством. Да, комиксы, комиксы... И тут Дорре ты записал. Красота в глазах смотрящего. И Дорре, ну, нет лучшего комиксиста, и, кстати говоря, автор, даже на книжке написано, первого графического романа запрещенного «История Святой Руси», 150 лет он был запрещен. Так вот, любимый мой Гюстав Дорре... Гюстав Дорре – французский гравер и живописец, ставший одним из величайших иллюстраторов 19 века без классического художественного образования. Знаменитая двухтомная Библия, для которой Дорре сделал 230 иллюстраций, увидела свет в 1866 году. Работа не была для мастера простой. Сохранилось множество эскизов чуть ли не к каждому сюжету. Он мучительно искал образы. Ветхий Завет – 152 рисунка. Дорре трактует через грандиозные природные процессы, на фоне которых разворачивается история. В Новом Завете – 78 рисунков. Художнику уже не важна природа. Здесь все внимание сосредоточено на персонажах. Самый известный, самый популярный иллюстратор, график в мире, самый плодовитый график в мире. И, конечно, он известен тем, что иллюстрировал Ветхий и Новый Завет. То есть здесь Христос, он отличается от всех остальных. Мы по нимбу можем это определить по такому греческому профилю, по позам, в которых он находится. Здесь все-таки Дорре, он еще является частью традиции, которая подчеркивает некую возвышенность Христа, некую его неотмирность, непохожесть на нас. Но возьмешь и этот контекст перенесешь как раз к тому отрывку фильма «Амистад», что я сказал, где из Африки свободный человек попадает в рабство, и ему дают Библию с иллюстрациями Густава Дорре. Он ничего не знает о Христе, но он листает эту Библию, не зная языка, просто смотря на иллюстрации, и понимает полностью суть Евангелия. Ты понимаешь, сколько вложено в каждое из этих изображений, насколько они насыщены и с визуальной, и с такой символической точки зрения. Еще момент. Вот те черно-белые гравюры, которые мы видим, японцы, вас уже показал Манго Месси, я его вспомнил, японцы превратили эти гравюры в нечто удивительное. Они их раскрасили, раскрасили кислотными красками, и они по-новому заиграли вот эти привычные гравюры Гюстава Дорре. Интересный момент еще есть вот в этих двух книжках. Как ты видишь, толщина, но это ни о чем не говорит, это может быть просто плотность бумаги. А то, что они заканчиваются по-разному. И вот это так же, если ты покупаешь лишь одну книгу, ты не знаешь, что существует другая с другим концом. Вроде как все же должно заканчиваться одинаково, а нет. Так вот, одна из этих книг заканчивается Страшным судом, а вторая из этих книг заканчивается Небесным Иерусалимом. Второй вариант, кажется, предпочтительный. Слушай, ну что, спасибо большое, очень интересно. У тебя прям действительно волшебный такой чемоданчик. Это лишь малая часть, на самом деле, того, что есть по христианским комиксам. Еще очень интересно, ветхозаветная тема. Есть комиксы, которые не об Иисусе Христе, но так или иначе иллюстрируют Новый Завет, то есть его притчи, к примеру, притча о блудном сыне, которая на самом деле об отце. В общем, еще много всего интересного. Да, я очень рассчитываю, что мы еще вернемся к разговору о тебе. Спасибо огромное. Спасибо большое. Если вам понравился наш сегодняшний разговор о изображении Иисуса Христа в комиксах, поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на наш канал, и будет особенно приятно прочитать ваши комментарии, получить от вас обратную связь. Если вы хотите, чтобы мы продолжили разговор о современном искусстве и христианстве, обязательно напишите нам об этом. Для нас это будет знаком того, что нам стоит двигаться в эту сторону. Спасибо вам большое и до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok